А вы у нас кто? Начальник отдела. Вы меня снимаете? Я запрещаю вам меня снимать. Скажите, вы хоть представьтесь для начала. Начальник отдела, подполковник полиции Ситников. Ситников, то есть вы виновник торжества, так скажем. Я не знаю, в чем вы меня обвиняете. Выключите, пожалуйста, камеру. Я же сказал. Это требование уже. На чем оно основано? На основании законов полиции. Подостоверение можно ваше посмотреть, так как вы ко мне обратились? Конечно. Предоставьте. Сейчас предоставлю. Есть, прямо сейчас же. Держит факт, вы пилите контент свой, да и все, чтобы деньги рубить. Что ты гонишь, мент? Мы люди честные. Вы мне здесь его покажите. Вы мне здесь подошли, предъявили требования. Что, все, удостоверение? А вы отказываетесь предъявлять? Вы отказываетесь предъявлять удостоверение? Я вам вопрос задал. Так я прошу, тогда сходите туда, принесите мне и предъявите его. Я жду, ожидаю. Так, Ситников Николай Алексеевич, начальник отдела МВД России. Отлично. Но почему нельзя было сразу так сделать? Ну, она в гушлате же меня. А почему вы говорили, что она вас сработала? Я же не скажу в гушлате. Ну вы, ну что, эти гросло, зачем это нужно было? Все, в этом будем. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. По какому вопросу, Ларис Анатольевна, мы угадываем. Вас тоже угадываем. Угадываете, да? Да, да, да. А вы у нас кто? Начальник отдела, вы меня снимаете? Да. Я запрещаю вам меня снимать. Понимаете, скажите, вы хоть представьтесь для начала. Начальник отдела, подполковник полиции, Ситников, выключите, пожалуйста, камеру. Ситников, то есть вы виновник торжества, так скажем. Я не знаю, в чем вы меня обвинять, выключите, пожалуйста, камеру. Почему? Ну, я запрещаю вас снимать, меня. Вас снимать, как я запрещаю. Да, лично, да, меня. Это требование какое-то, правильно я понимаю? Ну, просьба. Или просьба? Просьба, просьба. Просьба ваша отклоняю. Почему? Потому что это просьба, я имею право согласиться, либо отклонить на них, правильно? Я это делаю. Выключите, пожалуйста. Я же сказал нет. Это требование уже. На чем оно основано? На основании закона о полиции. Так, конкретно, со сличной статьей, которая мне запрещает фиксировать ваши действия. Я сейчас не буду с вами разговаривать. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали ебаник, ладно? В настоящий момент в отделе проходят оперативные и следственные мероприятия. Какие именно? Здесь, здесь конкретно. Я не могу вам сказать. Я сейчас нахожусь в том месте, где это проводится. Вы сейчас нет. Я в дежурную часть нахожусь. Я вас уточняю. Здесь информация для граждан. Все, читайте, пожалуйста. Абсолютно верно. Вот я здесь нахожусь абсолютно законно. Более того, ваши требования, которые вы сейчас озвучили, тоже считаю незаконным. И вы сами это знаете. Да, да, да. Знаете? Удостоверение можно ваше посмотреть, так как вы ко мне обратились? Конечно. Предоставьте. Сейчас предоставлю. Нет, прямо сейчас же. Я требую. Нет, у вас должно быть оно при себе. Требую мне при себе. Давайте. Показывайте его сюда. Покажите. Кого? Удостоверение. Пойдемте в кабинет. Покажу. Вы мне здесь его покажите. Вы мне здесь подошли, предъявили требования. Все. Что, все? Удостоверение. А вы отказываетесь предъявлять? Вы отказываетесь предъявлять удостоверение? Я вам вопрос задал. Вы отказываетесь? Тогда предоставьте прямо сейчас. Прямо сейчас же. Прямо сейчас же. Хорошо, хорошо. Для начала проржитесь. Не надо провоцировать меня Мы же цивилизованные люди Вы не цивилизованные себя повели изначально Какие-то запреты, ни на чем не основанные Я говорю вам, у вас с собой это сверенье или нет? Конечно Пойдемте поднимите Вы говорите с собой, оно у вас в кабинете Верхняя одежда, но не с собой Ну а я нахожусь в здании РОВД Так, отлично Так я прошу, тогда сходите туда, принесите мне и предъявите его Я жду, ожидаю Ваши уважаемые, давайте А то режим был включили Конечно, обязательно еще саденем Надо было, когда зашли, одеть Послушайте Вы, если телевидение смотрите, общественники Вы должны знать, какая ситуация в стране Более того Я не то что знаю Я еще успел в свое время переболеть Так что мне вообще абсолютно безопасно Не скажите, есть по второму разу заболевают После 6-8 месяцев, чтобы было понимание Антитела, когда вырабатывается, уже человек не заболеет Не выработаться Ну, выработались, представляете Так себя вести нельзя Начальник подошел, тут решил режим Бога включить Да не вам судить никому Я не сужу, я лишь Я говорю его конкретное действие Которое он совершил Считаю незаконным Я не буду с вами спорить Да со мной не нужно спорить Потому что это бесполезно Мы констатируем факты Мы констатируем факты, спорить здесь вообще не нужно Мы констатируем факты, вы пилите контент свой, да и все, чтобы деньги рубить Че ты гонишь, мент? Мы люди честные Вам вообще здесь стоит воздержаться вообще от каких-либо комментариев Вы почему это не будете указывать? А я вам конкретно буду указывать, конечно, да Нет, вы никто, чтобы не так явище указывать Как это никто? Гражданин, который наделил вас властью Нет Да, как и любой другой гражданин Вы слушайте для нас, а не ради себя Вы, наверное, на американских фильмах обсмотрелись Да нет, я не смотрелся на американских фильмах Вы, походу, досмотрелись на американских фильмах и чувствуете себя здесь богами Нет, это вы какую-то ерунду говорите Я по вашим действиям сужу Вы задаете вопросы Вы задаете вопросы Такие компрометирующие Специально Специально, чтобы скомпрометировать сотрудников полиции Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов И вы на канале общественного движения Дорожный контроль Мы занимаемся общественной деятельностью И оказываем квалифицированную юридическую помощь Так, Ситников Николай Алексеевич Начальник отдела МВД России Отлично Ну почему нельзя было сразу так сделать? Ну она в бушлате же меня А почему вы говорили, что она вас с тобой? Я же не хожу в бушлате Ну вы начинаете игра слов Зачем это нужно было? И зачем вот эти запреты? Теперь нормально, конструктивно поговорим? Да, давайте Давайте, теперь с этого начнем Какие вопросы? У нас к вам вопросы У вас какая-то личная неприязнь? Абсолютно никакой Не ко мне Вы, наверное, знаете, о ком я говорю? Конечно, никакой Вы подумали о ком? Ну если стоит Лариса Анатольевна А почему вы так подумали? Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу Ну кто стоит Лариса Анатольевна? Так, а нас здесь трое Даже четверо Почему вы о ней именно подумали? О ком? О Ларисе Анатольевне Почему вы именно о ней подумали? Потому что у вас есть личная неприязнь? Конечно А какая ситуация возникла несколько лет назад? Какая? У вас с Ларисой Анатольевной? Абсолютно никакой Никакой не возник Вы ни о чем не просили? Конечно, нет Никогда ни о чем не просили У меня другая информация Ну, у вас своя информация У меня своя информация А сотрудники ФСБ вам не интересовались еще? Нет, конечно Нет, конечно? Ну, пока никто не приезжал У вас есть какие-то ко мне вопросы? Никаких У вас есть какие-то вопросы? К товарищу начальнику? Да с давателем Пройдем Я дам еще интервью Но у нас к вам будут вопросы Да, конечно И достаточно много Я надеюсь, будешь такой ситуацией не повториться Как было только что Ваше запрещение Которое было в отношении Я запрещу тебя снимать лично Вы можете, смотрите Попросить меня об этом А я могу вам либо отказать Либо удовлетворить вашу просьбу Я ее вам отказал Вашу просьбу Вы начали превышать свои полномочия Начали требовать Почему? Я специально спросил Вы требуете Либо вы просите Я не требую Вы начали пользоваться Своим служебным положением Вы понимаете? Вы начали требовать И вы прекрасно Знаете, что это незаконно Это игра слов Как вы зовут? Это не игра слов Все в соответствии с законом Меня Вадим Юрьевич зовут А как? Вадим Юрьевич Понятно Ну, ты игра слов Просто вы ставите, снимаете А вот то, что вы требовали И просили Это тоже была игра слов Правильно я понял? Не обращать внимания Что вы можете потребовать Но на самом деле Не требования А просто просьба такая Правильно я понимаю? Мы играемся в игру слов Я понял, хорошо Все, вы свободны План сработал Враг морально подавлен и почти разбит Мне одели наручники и повели меня в камеру Я абсолютно не понимала вообще, что со мной происходит При этом мы вызвали скорую помощь Придя ко мне, он мне сказал, что твое место давно продано Тебе нужно уйти с работы А вот я хочу тебе помочь Напиши явку с повинной Я уже только тогда поняла, что из меня выбивает эту явку с повинной Я естественно сказала, что я ничего писать не буду До встречи с адвокатом Меня вновь подняли в кабинет к начальнику Панинского ВД Ситникову В своем кабинете он предлагал мне Сдать кого-то из руководителей вышестоящих организаций Сдать кого-то из руководителей образовательных организаций района И говорил, и будем жить с тобой в шоколаде А не надо, нет, вот мы сейчас проведем следственные действия Нет, нет, нет Но дошло уже до угроз моему сыну И в тот момент, скажу честно, немножечко я запереживала Даже вот до такого мерзкого дошло Когда они сказали, что мы знаем, что ваш сын является сотрудником полиции Но не этого района, а соседнего И у него могут быть проблемы на службе Вот, ну вы понимаете, как мать Конечно, я напугалась Очень сильно испугалась Мне это было сказано в лицо Предлагали вам сказать то, чего не было Для того, чтобы осудить Да, я говорю, вы скажите, что Лариса Анатольевна вас заставила Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!